Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня мы тонизируем ступни. Данная точка В23 Шэньшу. Я забегаю наперёд и скажу, не забывайте, что данная точка объединяет в себе два меридиана. Меридиан мочевого пузыря, который отвечает за стопу правую и левую. Будьте внимательны. Меридиан парный. И меридиан почек. Пожалуйста, тоже отвечает за стопу. Пожалуйста, смотрите внимательно, как простирается данный меридиан. Ну и, конечно же, одним выстрелом легче убить одного зайца. И мы, расслабляя данную точку В23 Шэньшу, тонизируем стопы. Правую и левую стопу. Когда данная точка используется? При всех слабостях, вялостях в стопе, отёке, опухание стопы, а также боль, дискомфорт, травмы, ушибы, ранения, увечья, растяжение стопы правой и левой. Данная точка, повторюсь, В23 Шэньшу, она расслабляется. Для чего она расслабляется? Прежде всего, при расслаблении, что выводится та энергия, которая скопилась вот здесь вот. Это вы показали меридиан мочевого пузыря. Вспоминаем, что мы показывали меридиан почек. Данная энергетика расслабляется. Выводится та избыточная энергия, которая причиняет боли, слабости, раздражения и так далее и тому подобное. Данная точка, ещё раз говорим, применяется как точка скорой помощи. Не надо ей злоупотреблять. После того, как вы поможете своей стопе, проведите диагностику 12 меридианов и посмотрите, как ещё работают 4 меридиана, которые простираются по личным конечностям. Включая сюда обязательно ещё один меридиан, тройной обогреватель сосудистой системы. Почему? Потому что они тоже играют и влияют, то есть и влияют на любые органы системы нашего организма. Имеют колоссальное влияние. Потому что здесь вот подсказка уже для всех специалистов, кто хочет таковым быть. Что помните, приводя наши меридианы в норму, вы справляетесь с любым заболеванием. Кроме как хроническим. На хроническое мы можем умножать работу на свой 2-3 раза. Поэтому данная информация вам в помощь. Спасибо за внимание.